всем доброго дня мы начинаем сегодня у нас 5 сентября начинаем свой новый проект называется зимняя теплица в этом проекте мы расскажем как построить зимнюю теплицу недорого и качественно и что в ней все росло круглый год начинаем значит основание у нас будет теплая плита пенопласт 100 миллиметров все это запенено и стены будет на метр такая высокая полы будут значит у нас фанера 8 миллиметров низ шестерка везде и улица шестерка внутри будет все фанера все это такая будет размер 3 на 6 арочного типа дальше мы расскажем производится сборка основания это будет теплая плита брусок 40 на 100 потом будет обшиваться ойсби плитой 6 миллиметров перевернется и будет укладываться сюда пенопласт с толщиной 100 миллиметров все будет запениваться это будет теплая плита также будут еще разводиться стены высотой 1000 то есть один метр была высокая теплица мощный теплый пенопласт 100 миллиметров для чего это нужно чтобы было теплое основание сами растения будут посаживаться в грядках над землей то есть на стеллажах сборку каркаса пола соображая закончили теперь осталось обшитие сшиваем ойсби низ потом будем переворачивать и закладывать утеплитель пенопласт и запенивать какой у нас получится пирог привезли нам вот такой пенопласт на 100 и на торцы на 30 северная сторона будет как я на пас бы сейчас вкладывать перевернем эту панель будем вкладывать туда в ячейки пенопласт и запенивать вот с такой ёкарной мамой переворачивать фундамент под теплицу 3 на 6 посередине кому-то такими с русскими словами панель перевернули сейчас будем выставлять по уровню и утеплять такая мощная панель получилась тяжелая еще не сняли хорошо с огурцами помидорами зимой кормить будем все закончили сейчас будем антисептировать планеты готов или сначала выставим все потом давайте выставим и потом будем антисептиком вот кольчуга такой специально фундамент выставили по уровню перевернулись выставили сейчас антисептируем и следующий этап у нас будет утепление будем покрывать пол фаннерой герметизация герметизация будет с помощью пены так делаем на века сейчас сделаем антисептирование доски как можно дольше прослужило это мне нравится навсегда специальный антисептик для доски, для бань на водных закончили антисептирование фундамента сейчас начнем укладывать утеплитель вот такой пенопласт толщиной 100 миллиметров капитально, но долгие годы все, вытепляем стыки стены каждую ячейку Ваня вкладывай лист, пока Леня дальше вон там еще где стык вот тут еще пройди сюда где стык вставляем пенопласт пистолет одноразовый куплен в Леруа за 84 рубля сам по себе так каждую ячейку потом сверху фанерой прижмем все, по-моему, кончился то есть хватает на 3 ячейки Микхан говорил, что на всю хватит, да, Миша? о, начинаешь опять оставляем новый оставляем новый опа для хоз нужд оставляем Миша так теперь, Леня, бросай пока давай вот это вот вот теперь сверху еще пропенивается а, или сразу или сразу ставим я пока прокручиваю начну давай, Леня щели то есть его нажимаем, да и сверху потом сверху фанели прожимаем пену и сразу прокручиваем такой капитальный пол будет такой капитальный пол будет видите, у нас еще снимка идет для инстаграма то есть сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас сложим пенопласт Сейчас сложим фанеру И ее сразу прокручиваем Прокрутили Теперь следующий Сейчас в таком же режиме Следующий Закончили плиту теплую Время ушло у нас примерно 7 часов С подготовкой, с распиловкой Плита 3 на 6 метров Толщиной 10 сантиметров Пенопласт 10 сантиметров Запенено все Низу ОСБ ОСБ 6 миллиметров Сверху фанера 8 миллиметров Сам каркас Из доски 40 на 100 Завтра продолжим Стены И ставить уже теплицу будем Теплая плита готова Продолжаем Раз, два, три, четыре Продолжаем нашу стройку Сегодня мы делаем теплые стены Сейчас такие угловые Развязку Стойки Засовки И потом будет стена Периметр Так же как пол Мощная стена будет С ходами Продолжаем строительство Фундамента Сейчас возводим стены Опорную стену Теплую тоже Высотой метр 0,4 0,40 метра 1,4 сантиметра Грубо говоря Вот такая теплица будет арочная Сверху ставится Еще будет перегородка И торец еще один будет Так вот собирается Все это будет обшиваться ОСБ снаружи Кинопласт И фанара изнутри Все это еще будет Антисептиком пройдется Скручивается намертво Такая палуба Зашиваем стены Это проем Для двери практически у нас готова стены осталось их утеплить потенить и поставить внешне у везде клеток сейчас идет установку жарок мы видим внутри еще перегородка он все прошли антисептиком эти сейчас монтажки от арок такая высота огромная немножко отойдем масштаб был понятен высота теплицы получается 3 метра 10 сантиметров очень высокая огромная теплица утепление на 100 миллиметров каркас практически готов торцов сейчас происходит готовка торцов поликарбонатом 4 миллиметра два слоя перегородка у нас все остальное 4 плюс 10 так что будешь приходить выращивать сердце огурцы зимой зимой он выбирает торцы даже двухслойный торец будет еще один здесь вот двухслойный покрытие с одной стороны перегородки с другой стороны поля с этой стороны также будет двойные торцы закончили фундамент стены стены обшили утеплили покрасили специальной краской для уэсби чтобы не темнело не разрушалась на основе резины сейчас теплицы у нас покрыта только 4 миллиметра первый слой следующий этап покрытия 10 миллиметров поликарбоната установили дверь цельную пропинили теплую здесь будет у нас предбанник технический который будет холодный воздух обгонять здесь просто дверь будет двухстворчатая здесь принтуса прикрутили осталось внутри покрасить фанера чтобы не темнём хотя она влагостойка она все равно будет и обработать здесь тема натянули жатель чем утепление осталось немножко сделать освещение электрику провести и грядки шикарная теплица зимняя у нас будет стоять мощная будем экспериментировать уже на работе спокойно стена у нас плюс 100 пенопласт запененный пол тоже плюс 100 запененный пенопласт и будет у нас покрытие 4 миллиметра плюс 10 миллиметров закончили да расскажем про фундамент закончили на фундамент начали теплицу обработали специально краской уэсби резиновой стены еще осталось пол покрасить это у нас получается такой мощный фундамент утепленный капитальный на котором стоит у нас кипица зимняя так что если кому понравилось наше видео рассказ про установку сборку и монтаж такого фундамента мощного пишите задавайте вопросы ставьте лайки всем до свидания в следующей части мы расскажем про монтаж самой теплицы наше зимние из чего и как мы ее собирали палец вверх всем пока и и Субтитры создавал DimaTorzok